я понял что то что я хочу сегодня вам сказать называется вот так помогите я не слышу бога потому что я много где путешествую служу в разных местах и частенько частенько мне говорят а как слышать бога и знаете я увидел такую вещь которая для меня вот именно сейчас является мощнейшим переживанием на самом деле мы будем с вами в евангелие то на 4 глава знаменитая история ничего нового у меня нету амбиции дописать что-то новое в библию оставим ее в том виде в котором она у нас есть уже почти 2000 лет нам и того что там есть достаточно евангелие то она 4 глава знаменитая история когда иисус общается с женщиной самарянкой у колодца помните эту историю но почему-то я увидел ее вообще по-другому в этот раз 4 стиха надлежало же ему проходить через самарию итак приходит он в город самарийский называемый сихарь близ удела земли данного иаковом сыну своему иосифу там был колодец иаковлев иисус утрудившийся от пути сел у колодезя было около 6 часа приходит женщина из самарии почерпнуть воды иисус говорит ей что иисус говорит ей дай мне пить что она ему отвечает ты еврей ты иудей и ты мне самарянки вообще что-то сказал те из вас кто записывает те из вас кто ведет конспекты проповедей запишите первый пункт одно то что я не слышу бога не обозначает что он не говорит потому что часто когда мне задают вопрос как слышать бога но я молюсь и я не слышу ответа бог мне ничего не говорит но вот что любопытно иисус говорит ей дай попить но она его не слышит вообще и меня впечатляет количество людей в библии ну у вас церкви все хорошо это вообще проповедь не для вас это где-то ну расскажите друзьям потому что у вас наверное такой проблемы нет но в библии была такая проблема что иисус говорит с людьми но люди не слышат что он им говорит он ей говорит дай мне пить и уж простите меня но она несет в ответ полную чушь и и отсюда у меня возникает вопрос что мешает нам слышать бога а мешает нам слышать бога то насколько мы живем в мире собственных взглядов вы когда нибудь обращали внимание на то что бог в библии нередко говорит делать вещи которые вообще не укладываются в сознание нам хочется видеть чудеса но знаете когда мы вот пели сейчас одну из песен прославление я задумался интересно мы поем ты прокладываешь путь там где нет дороги но знаете на чем я задумался в этой песне он то путь прокладывает где дороги нет но пойдем ли мы этим путем это большой вопрос потому что мы привыкли чтобы было устелено асфальтом чтобы было комфортно но интересно меня ну много мест в библии меня до безарбузе впечатляют когда бог выводит израиль из египта то там конкретно написано что именно бог решил не вести израиль коротким путем и мы часто думаем мы часто слышим нам часто кажется что они сорок лет были в пустыне что бог повел их длинным путем потому что они ему не поверили но если вы будете исследовать писание то вы увидите что он сначала повел их длинным путем а потом выяснилось что они ему не верят то есть бог повел их не короткой дорогой а длинной дорогой независимо от того верят они ему или нет потому что он прокладывает дорогу там где ее быть не может и наша с вами задача увидеть его дорогу но чаще всего мы видим то что мы себе нарисовали дай мне пить ты же еврей ты чё как ты вообще можешь со мной разговаривать меня вот знаете я столько раз читал этот отрывок но меня он настолько сейчас потряс простые слова иисуса христа что иисус говорит иисус говорит послужи мне а она начинает клеить отмазки почему нет он просто говорит дай мне попить так просто почему мы зачастую не слышим что бог нам говорит потому что мы думаем что бог мне сейчас скажет сделать что-то грандиозное потому что мы хотим двигать верой горы а он говорит простые вещи я никогда не забуду как один служитель он мне два или три раза рассказывал одну и один и тот же пример наверное для того чтобы я хорошо его запомнил к нему пришел человек на консультацию он пастор церкви вот и к нему приходит человек и говорит помогите ну какая то проблема у меня у меня в бизнесе просто какой то ступор я все встало я не могу двинуться я чего не предпринимаю ни одна бизнес стратегия не работает я топчусь на месте уже столько времени я ну мне нужен какой то контракт который даст нам нашему бизнесу просто прорваться иначе мы обанкротимся мы закроемся ну катастрофа все он говорит давай помолимся и они молятся вдвоем берутся за руки молятся и пастор спрашивает этого человека который пришел к нему на консультацию что у тебя сейчас в духе что бог тебе говорит он говорит у меня знаешь у меня внутри сейчас одна фраза купи сыну коньки ну при чем тут это ну и Дмитрий говорит ну иди купи ему коньки что с коньками что за история да говорит сын когда то просил коньки я ему пообещал купить так и не купил но у меня с бизнесом проблемы какие коньки вообще Дмитрий ему говорит ну пастор пастор Дмитрий говорит иди купи коньки это что это сложно что ли и уходит где-то через месяц они опять встречаются Дмитрий ему первый вопрос говорит ты коньки сыну купил какие коньки у меня в бизнесе полная на па кончается слово есть такое Дмитрий говорит слышь ты коньки купи этот брат психанул на своего пастора идет в магазин я там не знаю какие там спортмастеры там или какие-то на Д какой-то есть еще ну короче идет в какой-то спортивный магазин выбирает эти роликовые коньки сыну приходит на кассу с этими роликовыми коньками и на кассе я там точных подробностей не помню но там ситуация что-то типа на кассе стоит еще один мужчина ну судя по его башмакам мягко говоря не бедный ну так образно да стоит стоит у кассы и мнется и как бы у него деньги в руках и товар в руках он он хочет заплатить но 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 не может заплатить и подходит этот человек с этими роликовыми коньками ему надо платить он говорит ну проходите вперед а что у вас то случилось да говорит это бонусная карта не проходит ну хотите вон моей проведите он проводит бонусную карту они знакомятся оказывается это лично тот человек который подгоняет ему огромный ген подряд и контора выстреливает и никакого кризиса для них не существует они шикарно двигаются надо было тупо купить коньки мы хотим двигать горы а надо дать попить мы выдумали себе какие-то сложные вещи и мы ждем что бог нам скажет что-то сложное и поэтому когда он тебе говорит что тебе надо сделать ты не слышишь дай мне попить наши предки с вашими предками вообще не общались ты что тут делаешь да какая разница про предков ты стакан воды дай но не на этом не остановилось идем дальше запишите себе такой момент прочту прочту это а потом скажу что записать смотрите мы настолько зафиксированы на том что мы выдумали как бог будет к нам говорить что не готовы слышать его слова сказанные к нам не так как мы ожидали просто мысль да мы запрограммированы на определенную реакцию когда к нам обращаются люди она видит иудея и она запрограммирована на враждебность к ней потому что иудеи с самарянами не общались они враждовали и что любопытно что потрясающе здесь происходит он не проявляет к ней никакой враждебности а она запрограммирована на эту враждебность и она ее ждет она настолько ждет эту враждебность что когда он к ней ее не проявил она провоцирует его чтобы он ее проявил представляете представляете насколько мы и вот это можно записать мы зациклены на отношении других к нам настолько что не способны увидеть отношение бога к нам это страшно но идем с вами дальше с 10 стиха иисус сказал ей в ответ если бы ты знала дар божий и кто говорит тебе она его провоцирует на враждебность но он реагирует по другому он не проявляет к ней враждебности другие иудеи проявили бы враждебность потому что она самарянка но иисус не проявляет эту враждебность хотя она и говорит вообще-то ты должен сейчас плюнуть в меня а он говорит ей какие слова он говорит если бы ты знала дар божий и кто говорит тебе дай мне пить то ты сама просила бы у него и он дал бы тебе воду живую несколько месяцев назад эта история для меня перевернулась потому что когда когда иисус вот эти вот слова говорит и она отвечает к иисусу она говорит женщина говорит ему господин тебе и почерпнуть не чем а колодец глубок откуда же у тебя вода живая я думал что ну это нормальный диалог двух человек и что ей любопытно ну у тебя у тебя кувшина нет а как ты мне воду дашь ну я думал что это любопытство знаете я стал подозревать что она стебается над ним у вас есть такое понятие стебаться есть как еще это сказать троллит ну я как бы я приготовил слово троллит для молодежного она его троллит он он ей говорит дай пить она говорит ты что прикололся что ли он ей говорит если бы ты знала с кем ты разговариваешь ты бы у меня просила пить вот точно стебается ты без кувшина ты прочь у меня попить и ты хочешь сказать что ты можешь дать мне пить понимаете это она продолжает не слышать его потому что он ей говорит слова если бы ты знала кто говорит тебе дай пить то ты сама бы просила у него и он дал бы тебе что воду живую он начинает ей показывать что вообще мой диалог с тобой не вокруг этого колодца он говорит про воду живую а она все еще застряла в кувшине у тебя и кувшина нет она продолжает его не слышать во первых мы зациклены на отношении других к нам но второе мы настолько зациклены на физическом что мы не готовы услышать про вечное он ей говорит про воду живую а она про физическое тебе черпать ее нечем как ты можешь мне ее дать она продолжает его не слышать идем дальше зачитаю я прям записывал поэтому из-за того что она не слышит просьбы бога к себе она не слышит и того что он может ей дать он ей говорит я могу дать тебе воду живую она не слышит этого бог возможно нам говорит я хочу тебе вот это дать но мы настолько запрограммировали себя на то как происходят вещи я рассказывал на лидерском саммите мы выезжали не буду сейчас всю эту историю повторять но когда бог мне показал невероятные вещи которые я никогда не думал что такое может быть такое бывает и я сказал бог короче закрыли картинку все хватит с меня у меня сейчас крыша съедет он мне сказал вы молитесь о чудесах если я начну их делать вы же первые завизжите от ужаса мы настолько привыкли к тому как все должно происходить что когда он обещает нам воду живую мы смотрим а где у тебя кувшин понимаете еще раз одно то что я не слышу бога не обозначает что бог не говорит бог к ней говорит но она упёрто не хочет его слушать почему потому что живет в собственном нарисованном мирке и у меня сегодня вопрос а может быть мы тоже имеем подобную проблему что мы нарисовали себе собственный мирок как люди к нам относятся как бог может двигаться а как не может что бог будет делать а чего не будет иногда слушаешь людей и думаешь вау ты лучше бога знаешь на что он способен когда люди говорят нет бог так не будет делать ты с чего взял и на этом истории это тоже не заканчивается он дальше говорит ей тринадцатый стих иисус сказал ей в ответ всякий пьющий воду сию вас жаждет опять а кто будет пить воду которую я дам ему тот не будет жаждать вовек но вода которую я дам ему сделается в нем источником воды текущей в жизнь вечную он уже говорит не про воду живую он уже говорит про жизнь вечную он уже конкретно ей показывает о том что он пришел дать жизнь вечная ее реакция женщина говорит ему господин дай мне воды вот если бы вот если бы кто у нас это Иоанн если бы евангелист Иоанн остановился на этом дай мне воды я бы подумал что до нее дошло но он она говорит дай мне этой воды чтобы мне больше не ходить черпать она все еще на земле она все еще в материальных реалиях этого мира хотя Иисус трижды к ней уже обратился помогите я не слышу Бога но кто поможет тебе когда Иисус говорит а ты настолько зациклен в материальном и это другое до этого мы говорили она зациклена физическом она смотрит на кувшин но здесь речь идет о материальном она думает что он предлагает ей жизнь лентяйке я не хочу ходить черпать пусть из меня польется она вообще не слышит про жизнь вечную я не хочу ходить сюда с кувшином в итоге в итоге и это тот момент который изначально зацепил меня и заставил вот увидеть вот эти вещи этого странные странные аспекты этого диалога между ними в итоге Иисусу приходится нажать на ее больное место и он начинает говорить про ее интимную жизнь и иногда я так реагирую я видел как другие люди подобным образом реагируют когда выявляется твоя боль только тогда ты просыпаешься вот когда он ей упомянул что у нее было пять мужей и один сожитель вот когда он проговорил конкретно прямым текстом про ее не комплекс неполноценности ведь пять мужей это четкий индикатор того что у нее внутри была сильнейшая пустота она не была уверена в себе это надо еще умудриться особенно в те времена шесть мужчин Иисусу пришлось нажать на больное место в ее жизни чтобы она проснулась и вот тот вот вопрос который я хочу задать сегодня тебе а ты захочешь добровольно услышать когда бог тебе говорит вне рамок того к чему ты привык к чему ты готов или ему придется нажать на твое больное место чтобы ты проснулся когда он сказал ей про это уйдя вообще от воды уйдя от воды живой уйдя от жизни вечной говорит о простых материальных вещах о половых отношениях тут она просыпается и бежит обратно в город сихарь и говорит посмотрите по ходу это мессия как долго она сидела на ручнике если вы думаете что я говорю про ту женщину я не про нее я про нас с вами возможно кто-то может сказать но она не верующая она язычница у меня уже просто не так много времени чтобы тщательно рассказать вам эту историю но вы знаете эту историю потрясающие слова иисуса христа петру отойди от меня сатана человек который ходил с иисусом человек который был наделен властью от иисуса исцелять изгонять бесов воскрешать человек через которого творились чудеса как вы думаете он был верующий или нет он был верующий был но и он не услышал что говорит иисус когда иисус говорит о том как ему надлежит пострадать что говорит петр почему петр сказал да не будет того да потому что очевидно они задавали ему постоянно вопрос когда же ты явишь царствие твое израилю они смотрели как он должен утвердить свое владычество но это был человеческий путь а не божий бог постоянно говорит к каждому из нас и слышать его мы сможем когда мы опустошим себя от того как мы привыкли думать о его движении когда мы откроем себя к тем вещам ведь поймите это 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 вроде это настолько просто что даже как то непонятно зачем об этом говорить но если мы с вами говорим о боге то это однозначно что это будет что то сверхъестественное ну потому что он не естественный да он сверхъестественный но когда мы говорим о нем но пытаемся запихнуть его в вопросы того что мне нужно машину отремонтировать мне нужно хату купить мне нужно холодильник забить и так далее а бог говорит да дай мне попить я хочу чтобы мы с вами молились я подозреваю что когда апостол называет авраама нашим нашим отцом веры он говорит о том моменте который отличал авраама от этой женщины бог говорит аврааму выйди из дома отца твоего выйди из земли в которой ты живешь выйди из той культуры к которой ты привык и что делает авраам он просто выходит он не задает вообще никаких вопросов вообще задумывались как это так он никого не видел бог ему проговорил историки показывают что авраам является ну был не является был являлся сыном ну мы знаем фара его отец так вот говорят что его отец фара владел лавкой в которой торговали идолами идолами для язычников статуэтки разные это как надо было быть открытым от того в какой культуре ты вырос чтобы просто услышав откуда-то голос выйди из дома отца твоего скажет хорошо пойдем я хочу чтобы мы сегодня молились с вами именно вот об этом состоянии авраама в наших сердцах и в наших умах не думать головой ну ты же иудей что ты со мной общаешься не фантазировать а тебе черпать нечем как ты мне эту воду дашь не доводить до того что богу придется нажать на твое больное место чем больше я исследую писание тем больше я вижу что сначала бог говорит тихо и спокойно и грохот появляется только тогда когда на сто пятидесятый раз ты его не слышал зачем доводить до этого зачем быть так зацикленными в наших шаблонах мышления и при этом взывать Боже проговори я боюсь что молитва должна быть другая уши откройтесь снять в игре понятны как снять